Наверное, вообще мы одни из первых начали проводить прямые эфиры в Телеграме, поэтому, конечно, есть небольшие технические проблемы, но функционал здесь в целом очень неплохой. Да, напишите нам, как видно, слышно, все ли хорошо. Пишут в основном. Все есть. Пишут, у вас не видно и не слышно. Так, а мы сейчас написали, что все видите. Странно пишут, что все есть. Все, да, все слышно. А, ну, я думаю, что да, давайте начинать. Картинка есть, звук есть. Мы начинаем нашу сегодняшнюю презентацию, наш сегодняшний прямой эфир был Clever Life. Что очень важно сказать, то, что сегодня мы дегустируем и рассказываем про новинки коллекции Семере. Это наши сидоры новые. Это Ирландия. В принципе, сидор для коллекции Семере не новый напиток, я бы сказал. То есть мы уже достаточно давно предлагаем сидоры от другой Семере, который находится также в Ирландии, но немножко в другом месте. Также у нас есть французский сидор, у нас есть сидор из России. Но эта линейка очень интересная. Мы ее смело можем считать премиальным направлением. Это, я бы не сказал, что прям совсем демократичная цена, но действительно, если учитывать соотношение цены и качества, то можно сказать, что напитки очень-очень интересные. Тем более часто говорят, что сидор по своему характеру, по своему содержанию можно сравнивать с Ирисом. Ну, конечно, немножко разные нюансы производства, тем более сырье абсолютно разное. Но в какой-то степени, с точки зрения аромата, с точки зрения погружения во вкус, можно тоже такие какие-то параллели провести. Так вот, у нас сегодня две линейки. Они близки друг к другу по географическому направлению. Это Юго-Восточная Ирландия. Первая линейка – это такая более современная, она более авангардная. Можно, в принципе, даже наблюдать по оформлению этикеток. Они вот такие, прям, да, абсолютно очень интересные, очень молодежные. Сидор называется Long Waze. И, собственно, также называется и сама сидорерия, которая производит эти напитки. А вторая сидорерия – это больше классика, то есть больше такие традиционные сидоры. Сидоры, они называются Legacy. Тоже такие, ну, оформление очень красивое, но оно тоже, можно назвать, таким более консервативным, нежели первое. А, к слову, они импортируются практически вместе, то есть они находятся географически близко друг к другу, как я сказал. И сами владельцы общаются очень много, они хорошо знакомы друг с другом, и поэтому очень много где они, в принципе, эти линейки продаются вместе. То есть, ну, выглядят они очень интересно. Они выглядят очень интересно, очень интересные, красивые цвета, особенно, можно сказать, на розовом сидоре, который производится с небольшим добавлением сока в бузину. Мы все обязательно скоро попробуем. Друзья, что еще важно сказать? Да, это новинки. Цена бутылки сейчас 499 рублей за одну штуку, но у нас в Telegram-канале, вы можете посмотреть в закрепленных сообщениях, есть QR-код на скидку. Скидка 15% при покупке около двух бутылок в любом сочетании, то есть вы можете скомбинировать, как вам нравится, без проблем. Мы, собственно, приобретем 2-3-10 бутылок, получите по 15%. Вот. Я думаю, что дегустацию мы начнем, наверное, уже прямо сейчас, и обсудим поначалу первого производителя. Я думаю, что мы начнем с полусухого, так как он самый сухой по вкусу, там меньше всего сахара. Это будет Cedar Legacy Bar Laged. Чем он интересен, мы по факту открываем, наверное, самый интересный напиток в линейке, он выдерживается в бочках из-под бурбона. Это, в принципе, для Cedar очень необычный такой неординарный напиток. Мы сейчас его попробуем. Пока я открываю нулевую, я хочу сказать, что Legacy переводится как наследие. И основана эта Cedar Aree была действительно достаточно давно, ну, по меркам Cedar Aree в 1930 году. Причем была основана, по-моему, дедом нынешнего владельца. Владельца зовут Леон Мадоннов. Он до сих пор, ну, здесь даже есть подпись, по-моему, как раз основателя. Семейный традиции. Да, продолжается семейная традиция. То есть, собственно, из семьи, ну, так скажем, семья до сих пор продолжает заниматься производством Cedar. Тем более семья владеет, собственно, ну, правда, очень небольшим участком. У Лунивэйс участок существенно больше. Небольшая яблочная ферма. Яблоки, конечно, и закупаются, и выращиваются самостоятельно. Вот, но само традиционное содержание, наполнение вкуса, аромата. Как говорят, сами производители, то, что, в принципе, грубо говоря, что вот можно было попробовать, например, там, в середине, в конце 30-х годов. Абсолютно то же самое в бутылках и сейчас. То есть, в принципе, абсолютно ничего не поменялось. Это еще очень интересно. Сережа, скажи, пожалуйста, какие яблоки выгодают в сирии? Это очень интересный вопрос, Наташа. Причем, насколько я знаю, гулю такой вопрос у наших зрителей. Кстати, да, пишите обязательно ваши вопросы в последнем сообщении у нас в Телеграм, потому что за самый креативный, самый интересный, может быть, самый забавный вопрос мы подарим две бутылочки любого сидора на ваш выбор. У нас там есть небольшие условия. Вы напишите сразу, какой сидор вы бы хотели попробовать в первую очередь и пишите свой вопрос. Вот такой вопрос, по-моему, был. Это достаточно распространенный для сидора. Так вот, часто говорят, что сидор можно произвести просто снять яблочком какие-то в саду, их каким-то образом забродить. То есть такая же наука, бутылочка. И, собственно, получится очень-очень хороший сидор. Нам, кстати, не хватает ведерка для сливок. Принесите, пожалуйста. Про что я говорил? Да, что многие считают, что сидор можно произвести, ну, как говорится, так вот, снахлёстно просто взять первую попавшуюся яблочку и сделать сидор. На самом деле это большая-большая неправда. Собственно, поэтому сидор не производится, как говорится, або где, то есть во всех странах, во всех регионах. Произвести сидор достаточно непросто. Почему? Потому что для производства гармоничного напитка, действительно вкусного, действительно содержательного, требуется как минимум, так скажем, три вкусовых направления яблок. А первое, ну, сидор не всегда производится из яблок, то есть также его можно произвести, например, участвовать в грушевое направление, в грушевое сырье. Первое, яблоки должны быть сладкие, а вторая часть яблок, сортовых яблок, это должны быть кислые сорта, а третье их в меньшем количестве, как правило, это именно горькие сорта. И вот именно в такой композиции сидор получается именно такой, какой он, ну, мы сейчас сможем послушать наши уроки. Если мы будем опираться, например, на только такие кисло-кислосладкие сорта, сидор может получиться более крепким и богатым по вкусу. Если будут только горькие сорта, то, соответственно, сидор может получиться вообще не сбалансированным. То есть здесь для соблюдения баланса требуется именно как раз купаж из нескольких сортов, если сравнить так же с вином. Был, по-моему, вопрос, почему не производят сидор просто в России, где-то из яблок Антоновка. Ну, вот это был такой ответ, что, если я не ошибаюсь, Антоновка это достаточно такие кислотные яблоки, но они кисло-сладкие. И поэтому получить сбалансированный сидор в правильной крепости будет очень-очень тяжело. Очень интересная ароматика, потому что я чувствую какие-то нудровые ноты, знаешь, немножко какие-то легкие ноты зонили. Да, действительно, прослеживается какой-то такой нюанс выдержки в бочке. Я бы сказал, что это, конечно, не совсем бурбон, это нечто похожее на какую-то дымность, что ли. Даже, может быть, пыльность, что-то такое, какое-то старое дерево. Безусловно, чувствуется. Но, конечно, главный такой тон, наверное, для сидора, это такие какие-то забродившие вот эти вот яблочки. Конечно, далеко не все любят этот оттенок, но если вам нравится вот такое какое-то присутствие действительно вот этих вот садовых фруктов, ну, опавших, может быть, яблок, это вот что-то такое. Я уже попробовал. К слову, это сидор полусухой. То есть здесь в линейке нету сухих там сидоров, сидор драй, либо, как например, у французов есть сидор блюд. У нас есть другая линейка, которая называется скотт, там есть сухой сидор. Здесь же мы начинаем сразу с полусухого сидора, в котором есть определенные, скажем, остаточные сладости. Но если вы не любите прям нарочито сладкие напитки, то он вам на 100% подойдет, потому что яблочные кислотности, вот эти вот оттенки выдержки бурмонной бочки, безусловно, все это перекрывает. Я думаю, что можно... Ну, вот как раз вопрос здесь. Почему большинство сидоров полусладкие и сладкие? Ну, ответ достаточно простой, потому что в большинстве случаев, если вы будете сбраживать сахар, окончательно до спирта, до нулевого состояния сахаристости, то напиток у вас просто получится невкусный, он будет очень алкогольный, горько-крепкий, и вы просто не уловите в нем оттенки таких аппетитных яблок. Все, еще Мария вот пишет, сидор бывает только яблочный, и какие фрукты, ягоды используют для производства сидора? Ну, используют также грушу. Груша очень широко используется, в принципе, в производстве. И айва, ну айва, это крайне такая большая редкость. Так, давайте я тоже сейчас зайду к нам в вопрос и начну читать, так скажем, сначала. Ну, смотри, прям, подоспела вопрос от льни. Почему у некоторых сидоров присутствует пивной вкус, а у некоторых нет? Хотя хмеля с олога, они там, они там нет. Ну, я думаю, что на самом деле интересный вопрос. Я вот так на 300% не могу дать какой-то ответ. Я думаю, что как такового ответа нет правильного. Мне кажется, что это просто оттенки брожения. То есть, естественно, натурального брожения, когда яблоки тоже брожат, они дают некую такую, ну, такой брожный какой-то. Ну, это значит, что это стояло, и получается, знаешь, как пахнет, как будто осенний яблок. Это вот 100% похоже на сидор. То есть, это значит, такие яблоки перед самым сбором. То есть, когда они уже начинают падать, какие-то с подгнившим бочком, какие-то там уже немножко в земле. То есть, ты их собираешь какие-то уже, может быть, вообще непригодные для того, чтобы их, так скажем, есть или куда-то опускать в производство. Кстати, очень часто говорят, что сидор производят из запавших яблок, а цельные яблоки отправляют куда-то в магазины. На самом деле, это большая неправда. Сидор, в частности, в Ирландии, конечно, всегда производят из самых таких качественных, красивых яблочек. И, собственно, эти яблочные фермы, они на 100% нацелены на то, чтобы производить именно сидор, а не пускать яблоки куда-то в продажу. Так, пум-пум-пум, вопросы, вопросы, вопросы. Сколько времени выдерживает сидор? Ну, точного указания по выдержке в бочке здесь нет, но я думаю, что очень недолго, наверное, порядка двух-трех месяцев, не более того. Так, еще спрашивают, для чего сидор выдерживают в бочках, спрашивают Алексей Сорокин. Ну, как раз для того, чтобы добавить, в принципе, содержание цвета и содержание вкуса, вот ту самую дымную буквальность, которую мы с Наташей описали. Я нашла твой вопрос про Антоновку. Да, про Антоновку тоже был интересный вопрос. Так, вот интересный вопрос от Ксении. Есть ли какие-то праздники, ритуалы, приметы или, известно, обычные производства у сотрудников? Насколько я знаю, главная традиция, в принципе, вот у производителей сидора, так же, как и у производителей вина во всем мире, это, конечно, большой праздник по окончанию сбора. Таким же образом празднует и на Сидрере Легаси, и Лонгвейс. А по поводу остальных каких-то традиций тяжело сказать, но когда, по-моему, в конце августа, в середине сентября в Ирландии происходит сбор яблок, конечно, после сбора, когда уже яблоки пошли в производство, все открывают большое количество бутылок сидора, ну, пьют там какие-то, может быть, ирландские танцы и так далее. А также спрашивают, интересно послушать про историю создания брендов, логотипов, этикеток, чьей стоит автограф на этикетке. Ну, и на том, и на другом Сидре стоят автографы Липа, а нынешнего владельца производителя, как это, наверное, Лонгвейс, стоит автограф Джеймса Донахман, а здесь мы уже сказали основатель, я не помню, как его имя, на А, но это человек в фамилии Макдональд. Вот сейчас Сидре, Липа, Сидре, Невинодель, владеет его потомок, это Лео Макдональд. Как тебе вина не покидает? Вот, ну, еще очень классный вопрос. По традиции, какая подача самая лучшая тассика? Это форма бокалов, температура, как правильно леваешься, вкус ароматик лучше раскрывается? Так, по поводу, давайте по поводу формы бокалов. Я сразу скажу, что у нас не совсем правильные бокалы, по большому счету, но здесь не так, конечно, все сложно и запутано, как с сольном. По большому счету, Сидр можно подавать в пивных бокалах, единственное, что есть такая определенная традиция, немножко не доливают напиток, чтобы можно было почувствовать аромат, все-таки послушать его, потому что пиво всегда наливают там поверх, чтобы не была пена. Здесь, конечно, пены такой нет, и поэтому Сидр наливают немножко ниже уровня края бокала. Что касается, ну, в принципе, из винных бокалов тоже можно пить, тем более мы сегодня пробуем Сидр с выдержкой как раз в Бурбон, не хотелось бы послушать аромат, поэтому мы взяли винные бокалы. Что касается температуры, чтобы лучше раскрывался вкус аромат, это где-то порядка 6 градусов, то есть Сидр должен быть достаточно холодный, но, как говорят, не ледяной, потому что в ледяном Сидре все оттенки, то есть вкус аромата, они немножко сжимаются. Так, читаем, читаем вопросы. Расскажите, пожалуйста, когда лучше пить Сидр? Утром, днем или вечером? В какой стране Сидр был первой создан? Название не связано с российской фамилией Сидр. Ну, название, конечно, не связано с российской фамилией Сидр, тем более там Сидр не полностью буквы написаны. По поводу, да, а когда пить утром, днем или вечером, мне кажется, что при желании можно пить когда угодно, особенно если вы в отпуске, в принципе, перед походом на пляж можно выпить бутылочку холодного Сидра, не проблема, но мы вот пьем вечером, нам очень нравится. Мне очень нравится, что очень много комментариев с фимора, знаешь, сколько яблок в одной бутылке Сидра. А, кстати, слушай, это очень интересный вопрос, сколько яблок в одной бутылке Сидра. Вообще, когда говорят про плодовую культуру, ну, мы будем говорить, в принципе, вместе, там, и виноград, ну, виноград, конечно, дает чуть больше сока, чем яблоко, апельсин дает чуть больше сока. Но по яблокам, по-моему, идет расчет, что один килограмм дает где-то 600-650 грамм сока. И я думаю, что сочные как раз яблоки наверняка используются для производства Сидра, поэтому, как мне кажется, что в одной бутылке как раз, наверное, один килограмм яблок. То есть, ну, 600-650 грамм немножко уменьшается за счет технологических процессов, и как раз вот один килограмм яблок в такой бутылке. Сидор, еще один классный вопрос. Какое вообще классическое у нас сочетание сыра? Ну, я там уже ответил, когда Юля написала этот вопрос. Считается, что классическое такое сочетание – это сыр. Причем сыр может быть как, ну, такой обычный, как российского производства, так и, в принципе, какой-то плотный, вплоть до пармезана и так далее, и так далее. Кстати, был еще вопрос про появление Сидора. Очень тоже интересная тема. Вообще считается, что изобрели Сидор в Испании, на сейфере Испании. Может быть, где-то в районе нынешней страны Басков, может быть, на западе Галисии. Но считается, что там еще в средние века было очень много яблочных деревьев. И, конечно, Сидор, я думаю, что появился примерно так же, как и вино, но только чуть-чуть позже. Когда просто яблочный сок слегка перебродил, всем, кто его попробовал, это, видимо, очень сильно понравилось. И ничего такого сложного в его появлении нет. Тем более нет у него какого-то изобретателя, какого-то человека, который вот так понял, что нужно сделать Сидор. Слушай, прикольно. Вот спрашивают, обрабатывать для деревьев химикатами паразитов, или все же можно назвать Сидор органическим макетом? Скажу честно, что до конца не знаю ответа на этот вопрос, но, по-моему, в самой Ирландии очень много различных сертификаций по органическим процессам. И, как мне кажется, что производство должно быть, как сказать, перегламентировано в случае ведра неорганики. Мало вероятно, что деревьев обрабатывают. Нет. Так, я думаю, что... Давай, Наташа, зачетывай вопрос, а я буду наливать следующее. Это тот же самый Сидор Олегоси, только без выдержки, и он уже полусладкий. То есть почувствуем все оттенки яблок. Слушай, вот фильтрует ли вообще Сидор? Да, безусловно. И есть ли нефильтрованные сидоры? Ой, у меня тут все-таки тепло. Ну, это ничего страшного. По поводу... Нам нравится, что он листит. Он играет. Самое главное, что он здесь. Ну, в прямом эфире, видите, у нас бывают иногда такие нюансы. Я думаю, что это просто. Так, а как вы... Фильтрованные сидоры. Честно, да, скажу, что сидоры фильтруются, потому что, ну, не хочется никому получить глубокие там какие-то остатки от яблок. Это, в принципе, стандартный процесс. А что могу сказать, что по поводу нефильтрованного сидора я особо не слышал наверняка, что такое есть. Какие-то эксперименты проводятся, но не думаю, что они очень такие широтные. Давай еще что-нибудь. Кто спрашивает, теперь эфир будет в Телеграм. Ну да, у нас с Инстаграмом небольшие, вернее, есть проблемы. Там стало существенно меньше людей. Вот такой сидор легоси мы пробуем следующий. Спрашивают, как раньше 10 тысяч киглей будет разыгрываться? А мы сегодня разыгрываем две бутылки сидора, и это, по-моему, получается даже больше, чем 10 тысяч киглей. А еще есть на них скидочка у нас. Мы не могли видеть. Для тех, кто только присоединяется, еще раз повторю, что у нас в закрепленных сообщениях в Телеграме есть посты. Там в комментариях вы можете найти QR-код на скидку 15% на все сидоры, которые мы сегодня пробуем при покупке от двух бутылок. Собственно, лучше, конечно, оформлять заказ, потому что необходимое количество может просто не присутствовать в удобном для вас магазине. Оформляйте заказ, приходите на кассе, сканируйте QR-код и забирайте сидор со скидка 15%. Но этот сидор уже значительно какой-то легче. По восприятию? Да, я бы сказал, что он просто более яблочный, более фруктовый. Спрашиваю, что нужно для участия в розыгрыше. Посмотрите в ленте, можете свернуть на время эфир, почитать последнее сообщение. Там мы сегодня дарим две бутылки Сидора, автору лучшего вопроса. Еще какие-то были вопросы? Да, еще много-много вопросов. Таня Барина спрашивает. Я, кстати, люблю такие вопросы, больше связанные с маркетингом, с какими-то процессами. Как вы думаете, каковы шансы у этого напитка набрать популярность в России? Ну да, есть, конечно, такое понимание, что сидор не так популярен, как вегристые вино, как пиво. Я бы сказал, что, конечно, набрать, наверное, такую популярность будет очень тяжело, потому что, ну, во-первых, сидор напиток достаточно узкий, с точки зрения любителей, то есть пиво можно пить в больших количествах, его многие любят, и это такой напиток, как даже не подходит, там, для вас могут, там, спортивные трансляции, еще чего-то. Сидор все-таки напиток больше, я бы не назвал его дистертным, но это вот как съесть какое-то вот пирожное или что-то по гастрономическим ассоциациям, то есть его пьешь в охотку, то есть когда хочешь чего-то такого интересного, ну, с яблочным вкусом, то есть регулярно пить его, наверное, тяжело, тем более тяжело его пить в больших количествах. Но вот когда хочется чего-то интересного, необычного, мне кажется, ирландский сидор это классно. Если можно описать этот вкус, все-таки он как больше здесь фруктовый, несмотря на то. Он абсолютно фруктовый, сладостей здесь уже существенно больше, я бы что еще сказал, по поводу содержания сахара, если, например, в полусухом это всего 6 грамм на литр, то есть, в принципе, как в друйте, в удрисном виде, то уже здесь существенно больше 46. То есть это прямо намного-намного больше. Да, сидор такой сладковатый, хотя я бы не сказал, что он по восприятию, ну, там, знаешь, там, в 6-7 раз, в 8 слаще, чем предыдущий. Сережа, ты вот про сидор как сказал? Он больше, например, не такой-то напиток, или он все равно? Мне кажется, все равно, потому что вкус у напитков плотный. То есть, после вкуса очень такой, вот я сейчас делал большой глоток, после вкуса очень такое, я бы сказал, насыщенное, полнотелое, и у меня нету никаких, так скажем, ну, отторжений по поводу того, чтобы попробовать теперь такой сидор выпить его на зиму, мне кажется, что это было бы, в принципе, очень интересно. Опять же, здесь невысокое содержание алкоголя, то есть, в принципе, как в пиве, поэтому, если вот так вот хочется выпить бутылочку пива, например, ее можно спокойно заменить на сидор, и как раз часто же говорят, что пиво такой не совсем зимний напиток, если вам хочется чего-то непохожего, но с более каким-то таким фруктовым вкусом, то как раз сидор, наверное, это то, что... Вот Инна еще спрашивает, сидор больше подходит к игристому вину или пиву по вкусовым ассоциациям? Ну, я бы сказал, что по вкусовому все-таки больше на пиво. По производству, наверное, больше, существенно больше похоже на игристое вино, но по вкусу, за счет того, что это вот такое живое какое-то выражение, конечно, сидор вливает как пиво. Но мне кажется, что вот это такая легкая... Я бы сказал, что это выраженность какая-то, вот ощущение забродившего чего-то. Все-таки оно присутствует... Опять же, если брать первого, мне кажется, он больше похоже на пиво, а на других считать второго, он уже более легче, что его можно было больше на английском. Ну, да. А спрашивают, есть ли какая-то специфическая культура употребления сидора в разных странах? Или его просто пьют из пивной кружки по выходным? Ну, на самом деле, сложно сказать, что вот в каких-то странах вообще есть какая-то культура употребления сидора, потому что даже в Ирландии, конечно, больше опираются на стауты, на местные пивные сорта. Все-таки это больше история, наверное, про настроение, про веселое времяпрепровождение, просто на эти бокалы сидора какой-то специфической культуры. Ну, по крайней мере, я об этом не слышал. А еще спрашивают, Анна спрашивает, сколько литров сидора нужно выпить, чтобы считать себя экспертным днем? Не знаю, Анна, очень сложный вопрос, но я думаю, что много. Так. Есть ли какие-то еще вопросы? Ну, пока много. То есть, по поводу наших сидоров. Вполне эффективный. Ну, да, по поводу наших сидоров у нас, кстати, тоже есть, и у нас есть сидор из ВГИ. Крафт и патрик и карамельный яблочек достаточно демократичны по ценам. Вот они тоже вполне себе интересны, они натуральные сидоры. Конечно, Ирландия существенно сложнее по содержанию аромата, вкус, они более полные. Но вы прям действительно почувствуете, что у них яблочек, опять же, тоже самое послевкусие, живет намного дольше. Ну, в принципе, я думаю, что в России вполне себе можно найти интересный сидор, но в чем проблема, в чем разница? В том, что как раз в Ирландии, вот в тех местах, на тех фермах, где производят сидор, именно выращивают те сорта яблок, которые лучше всего подходят, они, грубо говоря, селекционно выведены для того, чтобы производить сидор. Вот. У нас же часто возникает такая проблема, что сидор все-таки производят из тех сортов, которые являются в большей степени столовыми. Если провести параллель с вином, то это примерно так же, как производить свино во Франции, в Италии с определенными сортов винограда, либо это сделать, например, с какими-то столовыми сорками. Я, конечно, не берусь говорить про все сидори в России, может быть, действительно, кто-то сейчас уже занимается такими действительно процессами под сидор, но все-таки я склоняюсь больше к тому, что это вот история больше про такие столовые сорта. Я думаю, что можно перейти на дегустацию второй линейки, она такая более молодежная. Я думаю, что нам сейчас будет понятно с тобой, чем отличаются эти два сидора по усладке. Это сидор Long Waste. Основанная сидори была не так давно. Если мы говорили, что первая лего сидора была основана еще в 30-е годы, то Long Waste, по-моему, это 2014 год, то есть это буквально пошло 7-8 лет. Но это очень такой амбициозный проект. Опять же, у них большой участок собственной яблочной фирмы. по-моему, около 25 завтраков, что ли, или больше. Но это порядка, мы здесь недавно подсчитывали, 166 участков по 6 соток. То есть, вы представьте, если у вас есть участок 6 соток, и сколько там нужно посадить яблок, то это 166 таких участков. Давайте откроем, попробуем. Надеюсь, что не будет такого конфуза, в следующий бутылок. Так, стоять. Колдуешь. Собо он не убежал. Так, что еще, поцентрически интересно? Еще раз повторю, что на все сидоры действует скидка 15% при покупке от двух бутылок по QR-коду, поэтому вы, например, можете взять комбинацию хоть такую. Пробовал сигарь нашего корневого Вольфа Сангрема. Так, если я не ошибаюсь, у нас в продаже не было сигарь от Вольфа Сангрема. Может быть, вы пробовали там, в Плитвек? А там без знакомых слышал, что на футбольный матч не пускают со строну новых. Хотя с пивом можно. Почему так? Ну, не знаю, не могу ответить, никогда не слышал эту историю. Ну, надо будет загубить. Почитать. Спасибо за вопрос. Ну, как, да? Слушай, мне кажется, что у него аромат существенно мягче. Он такой более сдержанный, более нежный. Вообще говорят, что линейка такая более молодежная. То есть, если себе в Легасе это больше разговоров у домашних посиделки, то это вот такая бутылочка с такой можно где-нибудь там на даче, на тройке. Какой-то шоколочный, почему-то не может поменять. Ну, я бы сказал, что это, да, какой-то такой цветочно-фруктовый профиль. Да, слушай, ну вкус. А, кстати, что? Мне очень нравится. Да, у нас еще команда есть за кадром, поэтому... Адератор забивает. Здесь, кстати, я немножко отвлекся. Очень интересный баланс сладости и кислотности. Попробую, в окусе есть там ядрик и сливка. И это добавляет действительно гармонию. Ну, при этом нету после того, как ты его проработаешь, как-то так сломен. Очень-очень классный баланс. Слушайте, здорово. Интересное такое наполнение. Кажется, что это вроде бы такой сладкий. Слушай, ну, он уже свежий. Он сладко-яблочный, но в то же время в нем есть какие-то вот такие оттенки, но это, знаешь, какое-то просто вот кисленькое яблоко. Ты взял, ну, вкусил, оно кислое, и, в принципе, тебя это мучает, не управляет. Какой-то свежий вкус. Тоже интересно. Да, очень здорово. И вот здесь я бы так сказал, наверное, знаете, как я бы выразился, что этот сидор больше всего похож просто на яблоко. То есть, если предыдущие были больше про вкус брожения, то есть, это какая-то консервативная тема, то здесь это вот такой профиль действительно очень фруктовый, прям вот мясо с яблоками. Знаешь, вкус таких деревенских яблочек. Очень здорово, очень необычно. Если есть сидор в бочках из-под бурбона, то, возможно, есть и из-под Криводоса? Ну, возможно, где-то есть, наверняка, во Франции, может быть, есть такие эксперименты, но я по большому счету не вижу смысла, потому что Криводос как раз делается из сидора. И добавлять яблочному напитку оттенки яблочного напитка это как-то стало. Ну, вот такое. Ну, хотя бы, может быть, фишка типа в крепости и в дереве, но это непонятно. Так, может быть, еще выше были какие-то вопросы, которые были? Мы пропустили, да, посмотрим. Так, это мы на все ответили. Да, друзья, пишите еще, мы, в принципе, скоро, я думаю, будем уже искать вопрос, который нам понравился больше всего. давай еще посмотрим. Вот мы читали, сколько времени на себе хранится? Ой, слушайте, ну я точно сейчас не скажу, можем посмотреть в принципе срок годности, как это получилось. срок годности срок годности да, да, как это, срок годности срок годности может быть срок годности кстати, это немало, да, три года так же. Хотя, знаете, очень часто говорят, что производители указывают как таковые гарантийные срок годности и в принципе, хотя нет, наверное, полуслабки лучше блога механизма. Ну, очень, кстати, здорово, у нас здесь в студии, так скажем, немножко жарковатый, и когда хочется пить, вот он действительно классный товарищ. Продуктируйте, пожалуйста, Юрий, ваш вопрос, чтобы мы ответили, если вам не сложно. Какой-то мы вопрос или не ответили, не хочется. А, вот есть, да. Из каких сортов яблок делают сидр? Но я сорта конкретно назвать не смогу, потому что это местные, это местные сорта. Я уже говорил, что используют всегда купаж из нескольких сортов, то есть это сорта сладкие, кислые и горьковатые такие терпкие. Вы даже на сухой признаете, там есть еще один сорта, который там, вот, тренинг, а сих портельный. Думаю, да. Они, в принципе, специально выводятся для этих целей. И еще спрашивают, как отличить сидр полусладкий от полусухого. Но на полусладком написано полусладкий, а на полусухом полусухой. Но по факту это, конечно, содержание сахара, то есть нужно смотреть, если у вас уже больше, там, 20-30 граммов сахара, то это будет уже полусладкий. Спрашивают, можно ли добавлять лед? Это не портельный вкус. Говорят, что категорически нет. Я вот буквально недавно читал об этом, что лед, он портит очень сильно фактуру вкуса сидра. Тоже интересный вопрос, почему именно эти сидры взяли в свою коллекцию Сомелье? Ну, мы проводим очень много дегустаций, мы действительно сравнивали и поняли, что, ну, во-первых, Legacy это очень консервативное, очень такое правильное звучание классического сидра, а Longways это, наоборот, то, на что, наверное, будет ориентироваться, в принципе, такая аудитория, которую интересно попробовать, но которая пока еще не готова, так скажем, к этим слишком уж запорящим делать. Ответь, пожалуйста, на вопросы, которые были в начале чата. А, ну, в начале чата тоже были, мы отвечали на эти вопросы. Ну, давай посмотрим, какие там начали. И еще вот есть ли у Сидор лечебные свойства. Не убеден. Давай посмотрим, на какие вопросы. Давай. Алексей. А, спрашиваю, да, а чем отличается принципиально ирландский от нормандских? Ну, это по факту абсолютно другой серуар, потому что яблоки, на самом деле, так же, как и виноград, в принципе, чувствуются при моем почву. И, в принципе, я бы, наверное, сказал, что нормандский, французский Сидор, он такой более гристый, там больше содержания углекислотных, то есть выделяется больше углекислот. Как правило, кислотность его тоже немножко выше. Вот. Но в остальном они, по большому счету, достаточно похожи. А спрашиваю, если Сидор делается только из яблок, ну, мы уже отвечали на этот вопрос. Сидор, ну, еще такой фрукт, с которым часто делается Сидор, это бы лучше. Я думаю, что мы можем попробовать четвертый Сидор, это лонгвейс, такого очень красивого, розового цвета, он и сверху, там, цвет замечательный, он с добавлением... Да, ну, кстати, цвет, я бы даже сказал, что для вина не совсем характерный. Хотя бы, знаешь, если я влагу духового взять. Да, согласен. Будь так соусом. Ой, какой запах с вами. Ну, этим Сидором мы точно с спиратами не поделимся. Ну да, он очень ароматный. Слушай, какое, знаешь, ощущение такое, когда мы в деревню приезжали, что там вот сидит вот эти вот яблоки, в сад заходят, и ты даже, знаешь, по-моему, ты смородиновый листок даже. Да, кстати, слушай, смородиновый лист и немножко черемки, что ли, какой-то, ну, это вот все в сторону бузины. Я, кстати, знаешь, сказал, что отчасти похоже даже немножко на вино. Даже не немножко, а вот сильно похоже на вино. Ну, ладно, мы поделимся, но чуть-чуть. Аромат невероятный. Да, аромат. Даже особый боток делать не хочется, хочется посерить бокал. Это же очень интересно. Так, давай посмотрим. Видимо, дальше мы будем ждать выдержанных поворотов. Нет, ладно. Я даже сказал, что у вас больше комментариев. Так, ну, слушай, я думаю, что можно, наверное, выбрать какой-нибудь уже вопрос. Опять же, друзья, не забывайте, что у нас было такое пожелание, можно сказать, практически требование написать, какие два сидра вы хотите получить. Пум-пум-пум, даже вот интересно. Ну, смотри, сколько средний содержит градусов сидра в среднем видении. Ну, порядка четырех-пяти, ну, вот самые крепкие, пять и девять. Слушай, мне знаешь, что мне очень сильно понравился вопрос от Ильи. Мне показалось, что он, как это сказать, и в то же время необычный и простой, но на него было интересно ответить. Почему у некоторых сидров присутствует пивной вкус, а у некоторых нет, хотя хребель и солдат там нет. И выполнено условие. Хотелось бы два легоси из бочек с турбургоном. Я думаю, что, Илья, у вас есть какие-то фолонир. Илья, вы автор этого вопроса. Мы вас поздравляем. И, собственно, вы хотели два вот таких сидра с бочкой с турбургоном. Мы обязательно вам их подарим. Напишем вам сообщение, вы пришлете нам номер своей карты, мы вам прогрузим подарок, и вы в любом доме магазине заберете. А, спрашивают, не оператору парсидору будет? Какой больше всего понравился? Последний. Последний, да? Ну, он действительно, как бы я сказал, самый такой, наверное, больше похожий на вино, но в то же время в нем есть какой-то такой прям обаянник, какого-то напитка, ну, просто вот, без повода, когда хочется попить его. Не ощущается так сильно дрожжи, которые есть. Ну, это даже не то, что не ощущается брожение. То есть, вот тот самый сок бузины, и, конечно, этот цвет, ну, цвет просто прям. Да, очень красивый. В сторону бедра из подлинной мюфы. Кто-то завернулся. Я недавно просто читал про этот цвет. Где-то так называется. А ты сознануешь, есть такой прям оттенок розового цвета. Друзья, всем огромное спасибо за ваши вопросы. Было очень круто на них ответить и подарить вам две бутылочки сидра. Илья, мы вас поздравляем, мы вам обязательно отпишемся. Ну, даже если вы не расстраиваете, у вас есть QR-код на скидку. Скидка 15% при покупке от двух бутылок. И мы можем сказать, что когда только начали рассказывать вам про эти сидры, очень-очень хорошо пошли. Так скажем, продажи на удивление, что ирландский сидр не самый популярный напиток. Поэтому рекомендую вам поторопиться. Действительно, не во всех магазинах есть этот напиток. Лучше всего отправлять предварительный заказ в мобильном приложении CallClever либо у нас на сайте. Заказывайте. По 6 апреля действует QR-код. А бутылочка будет стоить, по-моему, 425 рублей при сканировании QR-кода. Пробуйте, пробуйте в разных комбинациях. Я бы, в принципе, советовал бы действительно тем, кто уже знает, хорошо знаком с сидром, купить, попробовать Legacy. Потому что это прям такая классика. Сидр как сидр. Тем, кто только начинает, хочет попробовать что-то интересное, такое неординарное, как-то расширить свои астрономические горизонты, однозначно Long Glaze. И тот, и другой. Это такой прям вот мякоть яблока, очень вкусный. И вот это больше какую-то такую винную тему с ягодными оттенками. Но, конечно, лучше всего попробовать все четыре и сделать, в принципе, выглядеть, что вам понравится больше всего. Друзья, огромное вам спасибо. В принципе, эти 40 минут пролетели вообще незаметно. Мы всегда ждем вас. Выдохните. Более сегодня мы обновили наш календарь акций. Возвращаем скидки, возвращаем акции к нам. Выдохни. Приходите впереди пятницы, впереди выходные. Самое наше любимое время нашего проекта. Когда вы приходите к нам в гости. Мы, конечно, всегда ждем вас у нас в Telegram. Подписывайтесь, пишите комментарии. Мы вам отвечаем практически 24 на 7, если не спим. Ну, собственно, всем огромное спасибо. Встретимся уже в апреле. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok